И надо сказать, что по опыту работы, двухлетней работы нашего комитета, по направлению природопользования, именно сфера лесных отношений, законодательства в лесной сфере, наиболее, наверное, такое вот живое направление, во многом благодаря тому, что у нас есть рабочие контакты с Иваном Владимировичем, и есть понимание того, что мы должны прежде всего решать практические задачи и базироваться на тех проблемах, тех пожеланиях, которые есть у вас, у тех, кто работает непосредственно в регионе. Мы, просто чтобы было представление, я для себя здесь пометил, что уже нам удалось, например, сделать. Дело в том, что изначально мы старались комплексно подходить к этому вопросу, чтобы учитывать интересы не только отдельных каких-то направлений, но целиком и охот пользователей, и сборщиков дикоросов, интересы государства. И вот если вот взять, что за эти два года сделано, например, что касается лесной промышленности, мы приняли и уже сейчас начал работать закон, который ввел обратно конкурсы для лесопереработчиков, который ввел электронные торги на право аренды лесных участок, введен заявительный принцип для организации торгов. С точки зрения интересов государства, я считаю, что тоже вопросы, связанные с развитием электронной торговли, это исключительно важное направление. Мы приняли закон, который сейчас обязывает органы региональные и муниципальные власти публиковать всю информацию о лесе. Мы вместе добились того, что дополнительно, благодаря поправкам в бюджет, было создано более двух тысяч рабочих мест для лесных инспекторов. Это дополнительно, это то, о чем многие нам говорили. Выделены средства дополнительные для тушения пожаров, для постановки лесов на учет. Но вот тема, которая тоже звучала все время и тоже уже принята нами, это уточнены полномочия регионов федерального центра в части исполнения лесных полномочий. Что касается охотхозяйств, за этот период мы обеспечили на законодательном уровне, разрешили проблему, которая стояла, это переход от долгосрочных лицензий на охотхозяйственные соглашения. Внесли поправки в уголовный кодекс. Целый ряд мер, в том числе и вопросы, связанные с определением крупного ущерба при контрабанде частей диких животных. Имеется в виду стройка кабарги, лапа медведя. Это для Дальнего Востока исключительно актуальная тема. Для местного населения мы приняли поправки в лесной кодекс, которые касаются свободного сбора валежника. Что касается экологии, природы охраны, то вот сейчас мы вернемся в Москву. И 3-го числа на пленарном заседании Государственной Думы будет рассмотрен в третьем чтении закон о компенсационном лесовосстановлении. Я надеюсь, что обо всех этих вопросах еще Иван Владимирович тоже дополнительно скажет. Но я хочу просто продемонстрировать, что такая совместная работа с регионами и законодательной, и исполнительной власти, она приносит свои плоды. Я очень надеюсь, что те результаты, которые мы сегодня получили, они тоже, несомненно, будут учтены. И осенью, когда заключительное мероприятие форума пройдет в Москве, мы, конечно же, составим так, как мы это каждый год делаем, план законотворческой деятельности, для того, чтобы все те темы, которые сегодня прозвучат здесь, мы бы их учли и, соответственно, реализовали на практике в виде принятия поправок и изменений в законодательство, в виде нормативных документов. Поэтому я уверен, что все, что прозвучит сегодня, вы еще услышите с точки зрения уже реализации. Я хотел предложить сегодня таким образом нам поработать на пленарном заседании. Во-первых, я попросил бы, конечно, после меня выступить Иван Владимирович, рассказать о текущей ситуации и, так сказать, о планах, которые есть. И после еще нескольких выступлений мы тогда рассмотрим, я попросил у нас здесь на сцене, модераторы. Коллеги, как обычно, я тогда предоставлю слово «площадки», а вы уже тогда посмотрите, кого вы еще привлечете для того, чтобы предоставить слово и, может быть, раскрыть тему вашей площадки. Коллеги, если не возражаете, тогда вот так и поступим. Но я хотел бы предоставить слово Ивану Владимировичу Валенчику. Я предлагаю, смотрите, или сюда, или с места, это уже так вот свободно на пожелания каждого. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Спасибо. Да, и вам спасибо за возможность выступить на этом мероприятии. Вы знаете, я лучше пока с трибуны, потому что пока еще с трудом выступаю сидя, хотя это очень модный сейчас, удобный формат. Вы знаете, буквально короткое отступление. В 2000 году я еще в качестве адвоката ездил в Канаду со своим клиентом, и мы проводили достаточно жесткие переговоры там. И так случилось, что самая неприятная часть этих переговоров пришлась на ланч. И мой визави, такой опытный махровый адвокат, уже за 60, который всех собак съел, он спокойно жевал стейк и говорил кучу гадостей про то, какие мы в России серые, как мы не умеем работать и как вообще надо выстраивать отношения. Поэтому, наверное, надо к каким-то новым форматам привыкать. Но вот видите, я пока еще на трибуне. Но это в порядке шутки. Но спасибо большое, Николай Петрович, за то, что идея Национального лесного форума продолжает жить. Мы действительно изначально, когда ее планировали, исходили из того, что мы действительно живем в такой великой, огромной стране, очень разной. И, безусловно, для того, чтобы собрать всю проблематику и поговорить о всех аспектах, связанных с лесом, нужно побывать во всех уголках нашей страны, поговорить с людьми, пообщаться, обсудить эту проблематику с самых разных сторон. Не только с традиционной стороны, которая связана с заготовкой и древесиной, или с тем, как вести правильно лесное хозяйство на территории, а как удовлетворить потребности людей в лесе, как сделать этот лес доступным, комфортным, как сделать так, чтобы в нем не было пожаров, как сделать так, чтобы в нем действительно существовала достойная жизнь. И вот мне кажется, что первые наши шаги, которые мы сделали уже в ряде регионов, а это уже третий этап, они говорят о том, что действительно идея форума, она успешная. И сегодня, насколько я успел собрать информацию, тоже состоялись очень такие содержательные, интересные дискуссии, которые действительно наполнят нашу итоговую повестку, нашего финального сводного этапа национального лесного форума, который пройдет в сентябре 2018 года в Москве. Несколько слов все-таки о том, что я считаю главным в отрасли на сегодняшний момент, или к чему нужно стремиться. Безусловно, не могу не остановиться на том, что тематика воспроизводства леса впервые прозвучала в указе президента о стратегических целях и основных направлениях социально-экономического развития Российской Федерации. Это очень важно. Тематика леса прозвучала в контексте необходимости воспроизводства, гарантированного воспроизводства всех вырубленных и погибших насаждений. Это действительно очень комплексная, сложная задача, которая, как мне кажется, может потащить за собой восстановление полноценной, самодостаточной отрасли лесного хозяйства. Ведь для того, чтобы достичь этой цели, безусловно, нужно восстановить необходимый уровень механизации лесного хозяйства. Сегодня более 80% парка лесохозяйственной техники и оборудования изношено, вы знаете прекрасную эту проблематику. Невозможно с лопатой и с мечом Колесова достичь сегодня современных результатов, особенно имея в виду поправку на текущие природно-климатические условия. Хотя, безусловно, многие наши коллеги в лесничествах это делают, за что им отдельная благодарность, но все равно так не должно быть, нужно менять подход. Нужно строить современные питомники, нужно увеличивать агротехнические сроки за счет использования материалов с закрытой корневой системой. Нужно внедрять интенсивную модель ведения лесного хозяйства, она очень сбалансирована. Она позволяет сохранять старовозрастные, малонарушенные леса, в то же самое время позволяет заниматься целевым сортиментным лесовыращиванием на той территории, которая находится в радиусе экономической доступности лесохозяйственных предприятий. Нужно действительно продумать, и сегодня есть такие подходы, я буквально несколько минут об этом расскажу, по стимулированию строительства лесных дорог, по стимулированию вложений инвесторов в инфраструктуру. Сегодня действительно нужно подумать о том, достаточно ли задействованы налоговые стимулы для того, чтобы лесной комплекс работал и действовал полноценно. Существуют различные подходы, которые достаточно хорошо известны, но пока они почему-то в нашей стране еще недостаточно реализованы. Существует очень важная тематика, о которой говорил председатель правительства Гатерин Анатольевич Медведев, выступая с отчетом в Государственной Думе 24 декабря 2017 года. Отвечая на вопрос одного из депутатов, он ответил, что действительно в лесной отрасли пока еще существует проблема недонастроенности принципа двух ключей. То есть пока еще недостаточно четко и сбалансированно распределены полномочия между федеральным и региональными уровнями исполнительной власти. Мы с вами это ощущаем, потому что от того, каким образом выстроена система управления, как распределены эти полномочия, как устроена система финансирования и как осуществляется предоставление ресурсов, пользования, это теория лесной экономики, зависит вообще эффективность отрасли. Вы знаете, в этом плане, безусловно, есть определенные проблемы. Но прежде всего, здесь хотелось бы сказать о чем. Мы сегодня на Дальнем Востоке, где, безусловно, тематика значительных расстояний, протяженности, она действительно такая очень явная. И когда мы недавно разбирали проблематику охраны лесов от пожаров, очередной раз, ну такая тема, которая постоянно у нас на повестке дня находится, еще раз подняли статистику и еще раз увидели эти цифры, которые говорят о том, что фактически сегодня в значительной степени авиационная составляющая охраны лесов от пожаров, она является системно проблемной. При том, что численность воздушных судов до 2005 года в составе централизованной федеральной авиационной охраны достигала 215 единиц, при том, что там работало более 5000 десантников, при том, что действительно показатели кратности патрулирования соответствовали нормативным, при том, что обнаружение и локализация были на минимальных площадях, эта система работала эффективно. К сожалению, сегодня система дает сбои. Безусловно, с точки зрения увеличения финансирования регионов по новой методике распределения субвенций, в основном Сибирь и Дальний Восток, это увеличение достаточно большое. Регионы Дальнего Востока получили больше в совокупности на 35% к объему субвенций предыдущего года, обеспечивается большая кратность авиационного патрулирования. Но пока этого еще недостаточно. Нужно действительно очень серьезно обсуждать вопрос федерализации авиационной охраны лесов в Российской Федерации. Эта тема активно обсуждается, она в достаточной степени серьезно проработана, и я рассчитываю, что в ближайшее время эта тема будет обсуждена у руководства страны, и по ней будут приняты положительные решения. Еще одна тема – это лесоустройство. Безусловно, сегодня обеспеченность актуальными материалами лесоустройства нашей страны невысока. Если мы возьмем среднюю температуру по больнице, я вообще не любитель средней температуры по больнице, особенно в такой большой стране, как наша, потому что мы получаем такую достаточно печальную картинку за счет удаленных труднодоступных территорий. Но цифра 17,4% по Российской Федерации достаточно показательна. В зоне интенсивного освоения эта цифра чуть более 35%. Но все равно недостаточно. Эта цифра должна соответствовать 100%. Система не работает. Почему система не работает? По ряду причин. Во-первых, полномочия по лесоустройству после того, как был принят 2007 кодекс, они в явном виде не были закреплены ни за одним органом власти. Ни за региональными, ни за федеральными. Была предпринята попытка уйти в тематику государственной инвентаризации лесов, как это делается во всем мире, для того, чтобы получать динамику количественных и качественных характеристик. Слава Богу, эту систему сформировали. Она сейчас работает. И в контексте подготовки к ратификации Парижского соглашения сегодня мы можем, получив данные по более чем 120 показателям в рамках этой инвентаризации лесов, действительно полноценно заявить о своем вкладе в глобальном экологическом балансе в рамках ратификации Парижского соглашения. Сегодня у нас есть такая возможность. Спасибо, что мы в свое время это сделали. Но мы при этом умудрились потерять лесоустройство. То есть побежали за одной задачей, но при этом забыли про вторую, потому что это совершенно разные инструменты. Один инструмент действительно определяет состояние экосистем, а второй инструмент является инструментом хозяйственного бизнес-планирования, без которого невозможно предоставление ресурса государством, невозможно адекватное взимание платы за использование ресурса, невозможно нормальное инвестиционное планирование. Поэтому сегодня по лесоустройству, по крайней мере те наработки, которые у нас есть, а это не просто какие-то наши измышления, это результат работы временного творческого коллектива, который возглавлял академик Моисеев Николай Александрович, наш директор в НИИЛМ Мартынюк Александр Александрович, работали. В этом коллективе порядка 15 специалистов было в этом коллективе, полтора года шла работа, и действительно все подошли к одной идее, что лесоустройство это тоже, безусловно, федеральная функция. Это функция собственника. Сегодня Российская Федерация, как собственник земель лесного фонда, должна осуществлять лесоустройство на постоянной основе через государственное задание. Сегодня инструмент для реализации этого госзадания есть. Безусловно, при этом не только планируя лесохозяйственные мероприятия, но и определяя норму пользования, то есть объем изъятия древесины. И это лесоустройство, в принципе, наши расчеты это показывают, можно вывести в рамках государственного задания на постоянную периодическую основу в рамках системы Федерального агентства лесного хозяйства. Такие предложения тоже уже практически готовы. Я думаю, что они, возможно, будут рассмотрены и, надеюсь, также поддержаны. Я считаю, что это снимет очень много проблем. Я не хочу сейчас критиковать регионы за то, что они, получив субвенцию, не используют достаточные средства на проведение лесоустроительных работ. У меня много таких примеров, к сожалению, не есть и по Дальнему Востоку, но я в гостях, поэтому не хочу сегодня кому-то что-то здесь припоминать. В этом задачи нет. Хотя, поверьте мне, осадочек, как говорится, присутствует, потому что это нужно не мне или еще кому-то, это нужно стране для того, чтобы привлекать инвестиции, для того, чтобы бизнес нормально работал, государство получало адекватный доход. Сегодня этого пока не сделано. Давайте системно решать эту проблему. О чем я еще хотел сказать, завершая свое выступление. Безусловно, можно говорить о лесоустройстве, о пожарах, о качественной системе защиты лесов, о санитарной рубке, пока еще не обоснованно назначенные санитарные рубки, еще остаются бичом нашей системы. К сожалению, пока еще недостаточно качественной работы, 455-й закон. Кстати, не потому, что он плохо работает или идеология его неправильная, правоприменение неадекватно. В одном акте лесопатологического обследования более 100 участков. Что там гражданин может увидеть? Поэтому мы разбираем эти системные проблемы. Один акт лесопатологический один участок. С координатами в доступном месте на сайте, тогда граждане включаются в эту работу. О чем можно говорить сегодня, когда региональными органами власти создаются условия, при которых невозможен ни общественный контроль, ни нормальная работа с точки зрения проверки обоснованности этих назначений. Дела еще продолжаются по Российской Федерации. Но самое главное, что нужно поправить. Сегодня отрасль не живет достойно. Сегодня в отрасли невысокая заработная плата. Сегодня люди не стремятся работать в отрасли. А это можно поправить только одним способом. Вернув в отрасль систему государственных учреждений лесничеств, лесхозов, инструменты самодостаточности. Сегодня лесхозы должны вернуть себе право заготавливать коммерческую древесину. Спелые перестойные насаждения на неарендованной территории с обязательной продажей этой древесины через биржевые механизмы. Сегодня биржевые механизмы в лесном хозяйстве существуют, они эффективно работают. Они показывают свою экономическую результативность. Поэтому я считаю, что это позволит действительно решить системно все проблемы, которые сегодня существуют в отрасли. Поэтому, исправляя отдельные отраслевые моменты, нужно решить вот эту главную задачу. И над этим, я вам обещаю, мы будем работать и обязательно добьемся результатов. Я всех благодарю за внимание, за такую эффективную работу, за вашу самоотдачу. Большое спасибо. Спасибо большое, Иван Владимирович. Действительно, мы, я уже говорил в уступительном слое, большое спасибо и правительству региона, и губернатору за то, что приняли национальный лесной форум, за то, что за организацию этого мероприятия. И, конечно, я хотел бы предоставить слово Александру Борисовичу Ермулину, заместителю председателя правительства Хабаровского края, министру природных ресурсов, в части специфики Хабаровского края. Что на сегодняшний день, какие есть проблемы, какие перспективы. Пожалуйста, Александр Борисович, вам слово. Спасибо, Николай Петрович. Ну, действительно, раз уже так удачно сложилось, что третий этап лесного форума проходит именно в Хабаровске, было бы, наверное, неправильно не сказать кратко о состоянии развития лесного комплекса Хабаровского края. Уважаемые участники и гости форума, наш край является уникальным регионом, в котором сосветочено более четверти лесных ресурсов Дальнего Востока. Потенциал края способен удовлетворить широкий потребительский спрос как по номенклатуре, так и по качеству лесопродукции. Учитывая индустриальную направленность нашего региона, лесопромышленный комплекс развивается в направлении модернизации производства, создания современных лесоперерабатывающих мощностей, по выпуску высококачественной и востребованной на рынке продукции. Благодаря принятым правительствам Российской Федерации мерам поддержки, правительству Хабаровского края удалось создать привлекательный инвестиционный климат, привлечь в край инвесторов, приступить к реализации крупных инвестиционных проектов, создать мощности по переработке более 3,5 млн кубометров древесины в год. В настоящее время реализуется 6 проектов, включенных Минпромторгом России, перечень приоритетных в области освоения лесов. Два проекта признаны завершенными. В результате доля древесины, направляемая на переработку, возросла до 46%. Создано дополнительно 2000 рабочих мест. Налоговые платежи превысили 1,1 млрд рублей в год. Дальнейшее развитие лицепромышленного комплекса «Края» направлено на увеличение объемов переработки древесины, доведение ее доли до 70-80%. Эта задача амбициозна и достижима при завершении реализации действующих проектов, полной загрузке созданных мощностей и за ближайшие три года нам необходимо ее выполнить. Это позволит создать еще 1700 новых высокопроизводительных рабочих мест, увеличить налоговую отдачу от отрасли. Перспективным направлением развития лесного сектора, экономики края и Дальнесочного региона в целом является реализация проекта по глубокой химической переработке древесины, целлюлозного производства. Создание такого производства способно консолидировать лесную промышленность Дальнего Востока, дать необходимый мультипликативный эффект, вывести от отрасли региона на новый уровень, обеспечив при этом полный безосходный комплексный подход к использованию лесных ресурсов. Учитывая масштабность и высокую стоимость создания нового химического производства, для решения этой задачи будет необходима всесторонняя поддержка и правительства Российской Федерации, и Государственной Думы Российской Федерации в привлечении инвестиций в данный проект. Уважаемые коллеги, стабильное развитие лесного комплекса невозможно без рационального использования охраны, защиты и восстановления лесных ресурсов. Хабарский край является одним из ведущих регионов по проведению лесовосстановительных работ. На долю края приходится 57% от общего объема лесовосстановления, выполняемого в Дальнесочном федеральном округе. Ежегодно оно проводится на площади более 60 тысяч гектаров, в том числе на 5 тысяч гектаров высаживаются саженцы ценных древесных пород. В крае строятся новые теплицы, увеличивается объем высококачественного посадочного материала. Только за прошлый год выращено 5 миллионов штук сеянцев в закрытой корневой системе. В целях восстановления кедровых лесов в лесных питомниках выращивается около 3 миллионов штук сеянцев кедра. Несмотря на имеющиеся положительные итоги работы, существует ряд проблемных вопросов. Иван Владимирович обозначил все эти основные вопросы финансирования для того, чтобы в первую очередь нам своевременно предупреждать о недопускательных ситуациях, связанных с лесными пожарами. Это вопросы лесоустройства. Абсолютно правильно было отмечено, что необходимо актуализация информации о лесных ресурсах Дальнего Востока. И отсутствие достоверных сведений о состоянии лесов отражается на качестве планирования развития лесной промышленности и на реализации приоритетных институционных проектов. По нашим данным, мы посчитали, что решив эти вопросы, можно было бы существенно на 2-3 миллиона кубометров в год увеличить освоение лесной базы, получить дополнительные доходы в бюджет, увеличить эффективность использования ресурсов. Уважаемые коллеги, лесная утра является одной из приоритетных и перспективных для развития экономики для лесочного региона. Необходимо более эффективно использовать экономический потенциал лесного комплекса. Обо всем этом уже говорилось сегодня, не буду опережать события, скажут модераторы по итогам работы круглых столов. Закончу тем, что я уверен, что наша совместная работа приведет к благоприятным результатам. И принятые сегодня на третьем этапе Национального лесного форума в Хабаровском крае решения найдут свое отражение в нормативных правовых актах по совершенствованию лесного законодательства. Благодарю вас за внимание и участие в третьем этапе Национального лесного форума в Хабаровском крае. Спасибо. Спасибо большое, Александр Борисович. Ну, знаете, вот что касается вообще всех проектов, которые реализуются, конечно, исключительно важна роль региона. Потому что региональное правительство, оно здесь на месте, оно общается непосредственно с бизнесом, да, и занимается всеми вопросами, связанными с контролем. И мы прекрасно понимаем, что, конечно, очень важна роль, в том числе региональных органов власти, для поддержки вот таких вот механизмов и общественного контроля. То, о чем Иван Владимирович говорил, исключительно важная история, да, потому что мы со своей стороны на федеральном уровне мы предпринимаем шаги для того, чтобы была открытая информация. Да, вот мы, например, приняли закон, который регион обязует, и муниципалитеты обязуют публиковать всю информацию. Именно для того, чтобы могли и общественники контролировать ситуацию, и чтобы бизнес видел какие-то свои возможности, да, где свободные участки, где он может заявить себя. Поэтому, конечно, вот это вот направление исключительно важно. И то, что вот у нас в Национальном лесном форуме еще мы постоянно обсуждаем, это повышение роли профессиональных объединений. Исключительно важная тема, потому что мы должны слышать голос не отдельно взятых компаний, да, или предпринимателей. Это очень важно, но нам нужен консолидированный голос. Поэтому я очень рад, что в нашей работе принимают участие целый ряд вот таких вот объединений. И здесь, соответственно, на региональном уровне это ассоциация «Дали экспорт лес». И что касается федерального уровня, у нас здесь и Росохот, Рыболов, Союз принимает участие, которое объединяет десятки тысяч охотников. И вот ассоциация группы «Дикороса» России и Национальная ассоциация лесопромышленников «Русский лес». Я думаю, что вот эти вот все организации, они тоже должны существенную роль играть и с точки зрения общественного контроля, и с точки зрения действительно оценки деятельности региональных и федеральных властей. И в том числе нас, да, как законодателей, потому что насколько эффективны мы принимаем законы, насколько они могут работать. Я хотел обратить внимание, коллеги, что у нас уже стала такой доброй традицией, я надеюсь, она будет развиваться, что у нас форум это не только про поговорить, но и делать конкретные шаги. Я рад, что сегодня состоялось заключение соглашения между правительством Хабаровского края и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей, которая активно развивает именно свою площадку по торговле и лесам. И, соответственно, это очень важное направление, так как нам очень важно получить за наше сырье адекватную справедливую цену, особенно если речь идет о международных рынках. Я хотел бы слово предоставить Алексею Михайловичу Рыжикову, управляющему директору Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, непосредственно о перспективах развития этого направления, что оно может дать стране, что оно может дать рынкам, предпринимателям. Пожалуйста, Вам слово. Спасибо. Мы вот решили вести такую новую практику, отчитываться на каждом последующем форуме, что произошло в сравнении с тем, что мы обещали и о чем говорили, и о чем просили на предшествующем. Ну, начну, наверное, с позитивного. Ключевые события месяца для нас – это на биржевые торги наконец вышлили из хоза Красноярского края. За первый же месяц они продали 24 тысячи кубов и, надеюсь, дальше их объемы будут расти. Помимо этого, за прошедший период были подписаны соглашения о сотрудничестве с правительствами Приморского края, Архангельской, Томской областей и Республики Бурятия. Сегодня, как правильно заметили, было подписано соглашение с правительством Хабаровского края и агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Общий объем в июне, на текущую дату, если брать постоянную на 20.06, составляет 80 тысяч кубов лесоматериалов, это плюс 62% к результату мая 2018 года и плюс 179% к результату июня 2017 года, то есть мы растем. Общий объем биржевых торгов лесоматериалами в 2018 году превысил сейчас уже 570 тысяч кубов, это плюс 57% к аналогичному периоду 2017 года. Что планируется в июле с точки зрения данного вида расширения географии торгов? Мы планируем подписать соглашение с правительствами Тюменской, Свердловской, Челябинской областей, Алтайского края и Республики Кореи. Это вот регионы, которые готовятся присоединиться к проекту. Теперь по нашим действиям. Первое – это реализация функционала в рамках интеграции торговой системы биржи Единой государственно автоматизированной информационной системы учета древесины лес ЕГАИС. В июне мы, как и обещали, внесли в спецификацию товара по секции лесостроематериалы коды по АКПД-2, соответствующие каждому наименованию биржевого товара. И с 1 июля, поскольку это было связано с регистрацией правил у нашего регулятора, Банка России, с 1 июля 2018 года код АКПД-2 и наименование по нему будет соответствующий каждому биржевому инструменту, по которому заключен биржевой договор, будет указываться как в реестрах биржевых договоров, так и в самих договорах, которые заключаются на бирже. Ну и последний, четвертый пункт для нас – это подтверждение выставленного товара в лес ЕГАИС и, скажем, обратная взаимосвязь в передаче информации о владельце леса и наименовании торгового инструмента и объемов в лес ЕГАИС. Но мы планируем завершить к четвертому кварталу 2018 года, дальше как получится. То есть работа идет, коллеги с нами взаимодействуют, надеюсь, все будет хорошо. Следующий момент – это организация торгов дикоросами на торговой площадке биржи. Мы, как и обещали, реализовали площадку, второй раз ее показываем здесь у нас на стенде. До запуска проекта нам осталось определиться с участниками рынка, поскольку здесь мы не хотели бы волонтаризмом каким-то заниматься. По двум ключевым вопросам – это тарифная политика. На наш взгляд, площадка должна быть максимально доступна и требованием к регистрации участников предприятий и предпринимателей, которые работают в данной отрасли, поскольку все-таки какой-то порядок регистрации и отчетности должен быть и требований к этим участникам. Следующий момент для нас – это проект реализации древесины, заготавливаемый в ходе линейных объектов. Здесь мы, по сути дела, ненамного сдвинулись. То есть Минэк предпринял попытку внести изменения в постановление, которое регламентировало порядок этой вырубки и реализации древесины, но у него ничего не вышло. Минюст заблокировал предложение Минэка, и мы уходим в состояние обсуждения данного вопроса в рамках профильного биржевого комитета ФАС, куда входит все уважаемое министерство, но не знаю, чем это и когда закончится пока. Ну и последнее наше предложение, такой наболевший вопрос, мы сегодня его уже подымали, это совершенствование методики распределения тарифных код в целях организации торговли, экспортируемой необработанными круглыми лесоматериалами, в данном случае сразу уточную, речь идет о сосне, на товарных биржах. Здесь, скажем так, рабочая группа, которая была сформирована и вошли в нее ФАС, налоговая, Минпромторг, Минэк, Банк России и таможенная служба, долгое время совещалась и пришла к выводу, что вот как раз внесение изменений в методики могло бы стать той реализацией поручения Владимира Владимировича Путина, которую он давал в январе 2017 года. В принципе, все министерства согласились с концепцией, которая была выдвинута биржей. Биржа сделала конкретные предложения и непосредственно сами изменения в методику, но здесь мы попали в определенный такой цукс-ванг, что ли. То есть Минпромторг, который, собственно говоря, отвечает, в конечном итоге, за данную тему, в последнее время игнорируют совещание рабочей группы ФАС. Мы об этом говорили еще на прошлом форуме. И Николай Петрович, Иван Владимирович, хотелось бы обратиться еще раз, как-то оказать какое-то содействие по выстроению взаимодействия с Минпромторгом, потому что все министерства, все ведомства, которые так или иначе относились к данной тематике, работали в рабочей группе, но другого варианта не видят. Методика эффективна, ничего не ломается, то есть по большому счету мы только развиваем. Да, мы абсолютно за то, чтобы развивать торги уже более глубокой переработкой, и биржа работает над вопросами экспорта, как вот в отношении Китая и Европы. Я думаю, до конца года мы запустим эти торги, но поручение было по круглому лесу, его, наверное, нужно просто закончить. Мы показывали сегодня на слайдах, доля необработанного леса все меньше и меньше. Сейчас уже пилмат составляет более 50% в объемах торгов биржи, то есть вот если в прошлом году или в начале этого года доля необработки была выше, сейчас мы сравнялись и даже чуть-чуть обгоняем. То есть предприятие все более и более выводит на биржу более глубокую обработанную древесину. Но вот здесь нужно просто, наверное, закончить эту тему, и мы просим вашего содействия. А так благодарим организаторов форума, большая благодарность правительству Хабаровского края. Мы здесь вот не один день находились, наши сотрудники работали тут почти всю неделю, мы нашли общий язык, и я надеюсь, что все у нас получится. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо. Вообще у нас, конечно, задача общая, чтобы те механизмы, которые приводят к открытости информации, открытости сделок, торгов, они бы развивались. Потому что вот эффективность природопользования вообще в целом, она, вот мне кажется, ну на 99% она зависит от открытости информации, что творится на тех или иных рынках, что творится в тех или иных сферах. Потому что страна огромная, и если мы не добьемся этого, то, конечно, нам не избежать в том числе и злоупотреблений, и необъективности принятия решений и так далее. Поэтому это, конечно, мы дальше должны развивать. Я хотел бы предоставить теперь слово нашим площадкам, модераторам наших площадок. Первая площадка – это лесной комплекс России. Анна Шафран, пожалуйста, вам слово. И, как мы и договаривались, тогда вы представляете площадку, если вам кто-то нужен еще кому-то дать слово, пожалуйста, предоставляйте это. Будем заслушивать тех, кого вы считаете необходимым. Здравствуйте, друзья. Приветствую вас еще раз. Пару мгновений, и буду готова. Очень эффективно мы сегодня поработали. Собственно, как и всегда, сейчас уже третий этап национального лесного форума. Осталось два. Я думаю, что к сентябрю мы подойдем полностью вооруженными и совершим, наконец, тот самый качественный рывок, который совершить хотели. Вы, Николай, делая наставление модераторам в преддверии сегодняшнего мероприятия, попросили нас сакцентировать внимание на проблемах региональных, прежде всего. Поэтому я с этого начну. Безусловно, есть общие проблемы, их я тоже обозначу, но сейчас специфика Дальнего Востока об этом. Есть большой и важный вопрос, с моей точки зрения, это вопрос НКО, некоммерческих организаций иностранных. Мы на нашей секции, на нашей панели, в общем-то, только в конце дошли до этого вопроса. И, на мой взгляд, недостаточно времени уделили ему. Надо в будущем учесть этот момент, мы исправимся, я думаю. Почему я обратила на это внимание? Значит, сначала, что касается Дальнего Востока. Речь шла в данном случае об организации WWF, это World Wide Fund, фонд дикой природы, который продвигает и лоббирует под видом экологической деятельности, ратуя за природу, за все разумное, доброе и вечное, в данном случае запрет рубки липы. Мы нисколько не умаляем заслуг позитивных этой организации, но, тем не менее, нужно иметь в виду, что специалисты от лесной отрасли в Дальнем Востоке полагают, эта инициатива, она имеет подоплеку только одну – подобрать, подорвать экономику Дальнего Востока, поскольку вырубка липы – это одна, насколько я понимаю, из один из основных моментов, ну или один из важных моментов в лесной отрасли, лесном хозяйстве Дальнего Востока, вот это нисколько не устраивает специалистов, работающих здесь и сейчас, с этим надо как-то бороться, иметь это в виду, причем, когда я говорила, интересовалась, а что это, против чего и зачем, на самом деле, ведь где покупают липы, это Китай, если я не ошибаюсь, это в двух направлениях идет работа. Организация американская, и мы понимаем, что существуем сегодня в определенных геополитических условиях, противостояние экономического, торгового, торговых войн и так далее. У Америки проблемы не только с Российской Федерацией, они очень серьезно сейчас работают и в направлении Китая. И, в общем-то, я думаю, что мы даже и не главный оппонент сейчас, а Китай прежде всего. Здесь идет по двум направлениям, я еще раз повторюсь, это Китай и Россия. В общем, хотелось бы, чтобы законодатели на самом высоком уровне обратили внимание на НКО, почему я так подробно и первым пунктом об этом говорю, потому что мы уже в нашем эфире и на Вестях ФМ обсуждали довольно много и неоднократно на проблему, скажем, связанную с Челябинским ГОКом. И подготовлен моими коллегами-политологами, политтехнологами очень обстоятельный и обширный доклад, который касается работы НКО. Здесь ведь не только WWF, но и многие другие более мелкие НКО, которые финансируются иностранными организациями. Но я не буду вдаваться в подробности, но эта проблема стоит очень серьезно. Мне кажется, что мы упустили в какой-то момент этот вопрос, и надо пока не поздно брать в свои руки и решать. Я знаю, что Совет Федерации на этот счет уже озаботился, они создали специальную комиссию, которая отслеживает. Но, наверное, тут надо не только отслеживать, но и какие-то уже действия предпринимать. Мы должны себя защитить в условиях, когда все против нас. Вторая проблема – это стоимость электроэнергии. На Дальнем Востоке это очень серьезно. Стоимость электроэнергии в Хабаровске для предприятий – 4 рубля 96 копеек. Для сравнения, чтобы было понятно, в Иркутске – 38 копеек. Когда я спросила, с чем это связано, да, Братская ГЭС, Лена. Здесь, на Дальнем Востоке, иначе с обеспечением электроэнергии обстоят дела. Но мы понимаем, что если разница такая, почти 5 рублей 38 копеек, любое предприятие по деревообрабатывающей предприятию уже не рентабельно, не выгодно его, в принципе, иметь. И, кстати говоря, что касается наших отношений с иностранными коллегами и партнерами, есть Китай, который покупает российскую электроэнергию, которому мы ее продаем. Как вы думаете, почем? 80 копеек, друзья. И надо учитывать, что здесь мы находимся с вами сейчас в Хабаровске, и до Китая 60 километров, ну так или иначе, близко. Своим предприятиям российским электроэнергию продают наши компании по 4 рубля 96 копеек, а в Китае нашу электроэнергию предприятия покупают по 80 копеек. Это вообще нормально? Ну, вероятно, может быть, какая-то подоплека в наших двусторонних отношениях существует, но здесь мы в данном случае говорим о лесной отрасли и лоббируем интересы нашей лесной отрасли, и хотим сделать так, чтобы было лучше нашей лесной отрасли. Поэтому, я думаю, стоит озаботиться этим вопросом и выяснить причины, и, может быть, стоит, возможно, будет здесь что-то сделать. Дальше. Что касается непосредственно тоже Дальнего Востока. Много говорилось о необходимости воссоздания либо целлюлозного комбината, либо целлюлозно-бумажного комбината. В 90-х годах купили это предприятие и закрыли. Здесь речь идет о недобросовестной конкуренции. То есть купили не с тем, чтобы оно работало и процветало, давало рабочие места и доходы в виде налогов в бюджет, а для того, чтобы его не было просто. Если мы говорим об эффективности лесопользования, то тут встает вопрос о максимальном использовании биомассы, то есть отходов производства. И здесь как раз был бы очень хорош целлюлозно-бумажный комбинат, который забирал бы все отходы от деревообработки на себя. Этого нет. Обсуждались проекты строительства такого предприятия. Они есть. Хочется местным жителям, чтобы они были реализованы. Следующий момент – это система сертификации. Мы говорили из форума «Форум» о Лес ЕГАИС, о системе, которая так или иначе работает. Плохо ли, хорошо ли, плюсы, минусы, но в ней существуют наши промышленники. Это национальная система. Сегодня мы слушали докладчика, который представлял систему PFC. Я думаю, что люди из отрасли все знают, что это такое. Международная компания, видимо, американская тоже. Есть еще одна компания FSC. Тоже международная, видимо, тоже не без американских корней. Что здесь важно? Я вот опять не устаю говорить о геополитических условиях, в которых мы существуем сегодня. Есть очень простой и понятный пример, который ясен даже, наверное, детсадовцу на сегодня. Это ВАДА – Всемирное антидопинговое агентство, в котором участвуют все страны, желающие быть в олимпийском движении. Мы туда тоже вписались в свое время, вписались абсолютно полностью и безудержно. Да так, что представлены мы там на сегодняшний день никак. И в тот момент, когда нас захотели накрыть, нас накрыли. Мы помним, что произошло с Олимпиадой недавней. И как мы там выступили? Выступили плохо. Никому не было от этого хорошо, было много негативных эмоций. Все это случилось именно потому, что там эта организация регулирует всю деятельность. В принципе, в мире, связанную со спортом и со спортсменами. Если мы говорим о PFC и FSC, то мне кажется, надо учитывать. Да, они, безусловно, втягивают наших предпринимателей какими-то льготами, преференциями. Обещают, если вы зарегистрируетесь, вы выйдете на международный рынок, мы вам поможем, вы будете зарабатывать. И, наверное, безусловно, это в какой-то части действительно так. Но надо понимать, что когда-то, когда наш оппонент политический решит предпринять очередной шаг против нас, у него будет вся необходимая информация и все механизмы с тем, чтобы взять и перекрыть в очередной раз нам теперь уже воздух по части лесной отрасли. Важный момент, о котором стоит думать и говорить. Может быть, надо взяться нашим законодателям за этот вопрос более активно и внимательно. Так, теперь дальше. Чрезмерная централизация ценообразования. Да, речь шла о ставках платы за лесные ресурсы. Прозвучал тезис о том, что чрезмерно централизирована эта система и что нужно субъектам Российской Федерации делегировать определение стартовой цены на аукционах. Общая проблема для многих регионов – это возрождение отечественной отраслевой лесопромышленной науки. Об этом мы говорим из форума в форум. Речь о том, что кадров недостаточно, если не сказать, что вообще нет. Мы сегодня такие устрашающие цифры слышали. В частности, речь шла о том, что в местном университете, подскажите мне, пожалуйста, Тихоокеанский государственный университет, да, он называется, на текущий момент вообще по профильной специальности не обучаются студенты. Если мне не изменяет память, то в 2009 году там было несколько десятков, там может быть до 20 человека, вот на текущий момент вообще студенты не обучаются по этой специальности. Это, в общем-то, даже уже не проблема, а катастрофа. По поводу цифр. В 60-е и 80-е годы 5,5 тысяч специалистов было в науке профильной, а сегодня это примерно 350 человек. Практически полностью прекратило свое существование наука в отрасли, как нам докладывали. Средний возраст специалиста 70 лет в ГНЦ, ЛПК. Разрыв между сотрудниками – это 50 лет. То есть остались уже возрастные специалисты, спасибо им большое, что они работают, а молодежь очень трудно удержать, потому что нечем. Происходит это по причине сокращения бюджетирования организации. Я прошу прощения, вы знаете, я поняла сегодня, что мы-то, те, кто из Москвы приехал ночью сегодня, работали, начали в 3 часа ночи работать, а сейчас как раз подобрались к тому моменту, когда день рабочий только начинается, поэтому не все связывается. Слова. Машиностроение отечественное сократилось в 30-40 раз, хотя я на предыдущей секции, на предыдущем этапе нашего форума слышала о том, что у нас вообще практически никакого машиностроения в лесной отрасли нет. Мы полностью зависим от иностранного машиностроения, и на текущий момент пропасть между Россией и иностранными государствами по части машиностроения, она непреодолима. Консалтинг в области – это финские, шведские, американские компании. Именно они разрабатывают стратегию. Неотечественные специалисты. Это говорит о том, что, во-первых, и кадры уходят… Нет, первое – это деньги на разработку стратегии. Естественно, идут в эти компании, не в российские компании. А во-вторых, коль уж деньги туда идут, туда идут и кадры, которые у нас есть. То есть мы сами создали такую ситуацию, при которой у нас нет людей, способных предпринять какие-то усилия по части научной деятельности. Тут звучали предложения, что можно сделать на этот счет. Пересмотреть систему финансирования науки лесопромышленного комплекса, отказаться от конкурсной системы, которая себя полностью дискредитировала. Сформировать единый перечень научно-исследовательских работ под нужды лесопромышленного комплекса и в соответствии со стратегией на период до 2030 года. И учредить инновационный научно-исследовательский фонд лесопромышленного комплекса России. Так. Это я сказала. Вот, важный момент. Я обозначу проблему, потому что у нас весьма однозначно выступил докладчик по этому вопросу. Но, как выяснилось позже, ровно противоположную позицию занимает не один человек на нашей секции по вопросу означенному, а несколько. Поэтому я обозначу тезис, а антитезис обозначит мой со-модератор Александр Сидоренко. Значит, тезис состоит в том, что подавляющее большинство средних и крупных деревообрабатывающих предприятий России не работают на полную мощность. По какой причине? По причине того, что не хватает сырья. В связи с этим предлагается введение таможенных пошлин на вывоз круглой древесины. Увеличить их предлагается до 80%, ну или практически заградительные пошлины сделать. На этом я остановлюсь, а продолжит мой со-модератор. Спасибо, Александр. Вам слово. Но я еще не договорила. Это только проблема, которую я обозначила. Вы постойте рядом, я уже скоро закончу. Стоимость железнодорожных перевозок, логистика на Дальнем Востоке так дорого, что перевозка сырья экономически неэффективна. То есть не только дорогая электроэнергия, еще дорого перевозить. Самая дорогая, дороже, чем в Сибири и в европейской части России. У меня в скобочках написано уточнить цены, я не спросила, но я думаю, что все верят. Отсутствие достоверной информации о состоянии лесного фонда из секции в секцию, из этапа в этапе мы об этом говорим, это актуально. О новых подходах к построению лесной отрасли говорила одна из наших коллег в финале нашей секции. Сейчас, сказала она, отношения внутри отрасли строятся по принципу бизнес-проектов, не всегда социально ориентированных, в то время как хотелось бы больше видеть здесь государство. Речь шла о привлечении людей на Дальний Восток и так далее и тому подобное. Малый бизнес. Сегодня очень сложно малому бизнесу в отрасли. Почему? Потому что прогнозировать ситуацию практически невозможно. О чем речь? Речь об арендной плате, аукционной. Значит, индексация аукционной арендной платы, она изменяется, оказывается. И эти изменения, они достигают 67%. Но здесь какое-то логическое противоречие существует. Почему? Потому что если был аукцион, значит, это уже рыночная цена. Она достигнута на аукционе. Каким образом, в принципе, цена может подниматься? На каком основании? Речь идет о том, что если уж она поднимается, то тогда давайте пропишем эти нормы, как она поднимается, в связи с чем и почему, чтобы можно было какие-то планы строить. Сейчас этого нет. Протокол аукциона имеет силу договора. Вот об этом я только что сказала. Да, это я уже все сказала на память. Основание надо прописать для изменения арендной платы, которая была установлена на аукционе. Еще есть одна проблема у представителей малого бизнеса. Такой предприниматель может взять в аренду лесной участок только с аукциона, что считают некоторые несправедливым. Наверное, какие-то другие варианты тоже должны существовать. Государственные закупки. В законе прописано, что предприятия малого бизнеса должны участвовать в госзакупках, но на самом деле никак не встраиваются. Они сейчас в эту ситуацию все полностью перекрывают крупные предприятия. Кадры. Но здесь речь не только о науке. А здесь вот важный момент. Нет кадров, квалифицированных в сфере лесного законодательства. Плюс существует проблема применения законов в правоохранительных органах и правоохранительными органами, которые, в общем-то, имеют тенденцию такую. Все дела переводить в ранг уголовных. Сильно не разбираясь, в то время как в большинстве случаев это все-таки гражданско-правовые вопросы, и их надо в таком русле решать. И, наконец-то, мы дошли до гуманитарного аспекта вопроса, то, о чем Гей Саралит заговорил в Ижевске и начинал. Но там речь шла про охоту и охотников, про имидж охотников, который сейчас в информационной среде абсолютно отрицательный, который надо менять, если мы хотим, чтобы развивалось охотничье хозяйство. А теперь прозвучала мысль о том, что единственная ассоциация в сознании обычных людей, обывателей, с лесной отраслью – это черные лесорубы. Есть кровавые алмазы, черные лесорубы. И все, что связано с лесом, это все очень ужасно, все криминально. И лучше туда вообще не ходить, потому что там злой дядька с ножом тебя зарежет. Вот это с одной стороны. А с другой стороны существуют белые, прекрасные, пушистые, великолепные, которые за все разумное, доброе, вечно борются, экологи и правозащитники. Мы, собственно, с них речь и начинали сейчас. Ну и высказывалась просьба о том, что хотелось бы видеть людей труда в позитивной коннотации в нашем информационном пространстве, с чем я совершенно согласна. Но мы эти вопросы и куларно вчера, в частности, обсуждали. Ну вот в целом я, наверное, на этом остановлюсь. Прошу прощения, что, наверное, со временем снова перебрала. Хотела как лучше, потому что нельзя не упомянуть все то важное, о чем мы говорили. Спасибо большое Хабаровску за теплый прием. Я сегодня собираюсь в водах Амура погрузиться. Очень рада. Солнечный Хабаровск нас встречает замечательно. Спасибо, друзья. До новых встреч в Москве. Абсолютно заслуженные аплодисменты и даже стоя. Я коллегу не представила. Александр Сидоренко, президент Ассоциации Дальэкспорт Лес. Спасибо. Александр, вам слово. Дорогие друзья, большое спасибо проницательной и смелой Анне Шафран за ее выводы. Мы, наверное, здесь более скованы. Прежде всего, что отличает Дальний Восток от других территорий Российской Федерации, это его географическое положение. И мы свою продукцию продаем в основном рынки Юго-Восточной Азии, Китай, Корея, Китай, Китай, Корея, Япония. Поэтому европейские рынки, на которые, в принципе, ссылаются все нормативные документации при расчете экономики и лесной промышленности Российской Федерации, они к нам неприменимы. Также Дальний Восток отличается рельефами, которые сложились 80 миллионов лет назад в результате подползания Тихоокеанской плиты под материковую. Здесь была гора 12 километров. Вот за эти 80 миллионов она разрушилась и превратилась в все еще достаточно сложную рельефную поверхность, которую никак нельзя сравнить с северо-западом, с Великой Сибирской равниной. И если у них по карте действительно 100 километров – это 100 километров по прямой, то у нас 100 километров на карте – это иногда и 380 километров. Серьезные вопросы были подняты по сырьевой безопасности проектов, потому что предприятия есть, которые уже открыли и выполнили приоритеты инвестиционной проекты, но у них стоит угроза непродления договоров аренды. Я думаю, что Рослесхоз это прекрасно знает и над этим работает, но есть факторы действительно препятствующие. Это, например, ООО «Терней лес» получила лесосырьевую базу в результате приватизации, а в лесном кодексе написано, что они должны ее получить были в результате аукциона, поэтому есть предложение добавить в лесной кодекс и иные законные основания. Конкурентноспособность и антитезис, который Анна предложила мне сегодня озвучить – это квоты. Конечно же, всем нам хочется быть одними и чтобы нам никто не мешал, но на планете Земля проживает 6 миллиардов человек, и каждому из них что-то нужно, и каждый из них кому-то мешает. Это конкуренция, которая в принципе в бизнесе, в экономике позволяет чувствовать себя в тонусе, позволяет вести свои дела с оглядкой на конкурентов, с оглядкой на то, чтобы другой, может быть, не поспит лишний раз, а поработает и получит больший результат и лучший результат. Поэтому я на стороне многогранности экономики, я на стороне конкурентноспособных действий, и вот эти вот квоты, которые у нас распределяются, к чему это все привело? Например, Амурская область, нет ни одного предприятия в Амурской области, которое бы получило квоту. Вот Туран Лес, которая здесь находится, девушка Ольга, она сказала, что из-за задолженности по пене 1962 рубля им Минпромторг отказал в предоставлении квоты, а у них деревообрабатывающие заводы, и здесь пусть у них пеня и формально они правы, ну хотя бы можно было бы сказать, они точно бы заплатили бы эту пеню. Но ни одно из предприятий в Амурской области не имеет квот, а деревообработка там есть. Все это также накладывает, и то, что Анна на сессии говорила, право чиновнику определять, кому давать, кому не давать, и чем больше мы вводим ограничений, тем больше мы именем блага народа вводим какие-то понуждения в бизнесе, тем больше мы, в принципе, плодим вот таких вот вольно решающих, которые, в принципе, определяют, кому жить, кому не жить. И я хочу сказать, что с 1 января, если это будет 40% введено, вот просто один жирный мозг, вся Амурская область остановится. Ни почему. Вот ни почему. Просто вся Амурская область встала колом. По пошлинам для Дальнего Востока также существует еще другое мнение. Но есть Российская Федерация, есть право, которое распространено на всех граждан Российской Федерации, есть Конституция Российской Федерации. Ну почему на Дальнем Востоке к нам применяются различные шаблоны, различные какие-то, значит, трафареты, по которым мы должны соответствовать. И лесная промышленность Дальнего Востока, она всегда находится в стадии какого-то эксперимента. Вся страна с пошлинной 12,5-13%, у нас 25% и 6,5% угрожает ввести 40%, 80%. Почему это не делается вообще в отношении всей Российской Федерации? И когда мы говорим о том, что приезжайте на Дальний Восток, потому что здесь лучше, то те, которые здесь уже пожили, они говорят, ну а нам куда деваться, мы поедем туда, где условия действительно лучше. Условия плохие, ну отвратительные. Я, извините, так скажу прямо. И мы очень надеемся, что все-таки люди соберут еще дополнительное число справок от профессионального сообщества и поймут, что с 1 января мы фактически остановим 60% лесной промышленности Дальнего Востока. Потому что считать, что вот у нас есть 4 миллиона квота, Дальний Восток заготавливает 15 миллионов, столько там и туда, столько и туда, а сколько из той квоты, которая есть, будет проэкспортировано фактически. 1,5 миллиона кубометров, 2,5 миллиона кубометров, она просто, ну ничто. Она не будет освоена. Поэтому счет здесь должен быть качественный. Доступ к инфраструктуре РЖД. Действительно, Дальний Восток является выгружающей железной дорогой на полигоне РЖД. Большое число грузов транзитом идут в морские порты и по гранд-переходу Градеково-Суфынхе. И для инфраструктуры она в один момент не может стать мощной, поэтому определено, что Дальневосточная железная дорога в сутки может грузить не больше 290 вагонов. Из них 85-90% это лесные грузы, порядка 270 вагонов. Но недавно, в марте месяце, РЖД нам сказала, мы вам будем давать не больше 212 вагонов в сутки, а теперь на территории реализуются приоритетные инвестиционные проекты RFP, групп, бизнес-маркетинг. В марте месяце RFP групп чуть не остановили свои заводы, которые расположены в Мурске, по той причине, что наступил сезон межоттайки дорог, они не могли лесовозами завести сырье на свое производство, а железная дорога практически поставила колом всю их отгрузку. Фактор существенный и, конечно же, он, наверное, не стимулирует деревообработку и те потуги всего нашего сообщества и государства на развитие деревообработки и развитие вообще экономики на территории, оно может быть сведено на нет всего лишь тем, что мы не имеем приоритетного доступа к инфраструктуре РЖД, хотя об этом и начнется. Ну и об инвестициях это уже последнее стать. Конечно же, все мы говорим о том, что нужно привлечь инвестиции, нужно привлечь инвестиции, и как будто бы инвестиции, они бестушны и не привязаны к конкретным людям. Любая инвестиция, она для кого-то должна существовать и точно ее кто-то должен быть. Поэтому нам бы хотелось точно знать, а какая все-таки ценность, ради которой мы тратим свое время, тратим свою жизнь, ради которой мы должны пожертвовать. Но вот Анна Карина под поезд сбросилась не из-за того, что там не было инвестиций, у нее что-то внутри сломалось. Вот что этот стержень внутри, который нам позволит остаться на перроне и никуда не броситься. Хотелось бы четко понимать, и мы, наверное, думаем, что это все-таки интересы государства, людей, которые в нем проживают, и людей, а мы живем на Дальнем Востоке, поэтому в интересах нас. Дорогие друзья, я всех благодарю и организаторов, Николай Петрович, и Владимир, за то, что вы организовали такой прекрасный форум. Анна, вам особые слова благодарности от жителей Хабаровска за то, что у вас действительно проницательный ум. Я счастлив, что мы с вами сегодня работали. Друзья, всем спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Александр. Действительно, тем очень много на вашей площадке. Они абсолютно такие реалистичные, и здесь вот каждая из этих тем, она влечет за собой огромное количество вопросов, с одной стороны, с другой стороны, огромное количество перспектив для развития отрасли в нашей стране. Поэтому, конечно, мы все должны фиксировать, но, как правильно сказала Анна, многие вопросы, они у нас звучат из форума в форум, и поэтому они, конечно, должны быть номером один для того, чтобы их разрешить, потому что уже понятно, что это такая серьезная системная проблема. Следующая площадка – эффективность государственного управления лесами. У нас обычно вообще первые два раза у нас было пять площадок, и мы говорили еще и о волонтерстве, и, так сказать, общественной значимости, участие общественности в этих вопросах, но мы здесь решили объединить эти площадки, потому что они, в общем-то, близки по своему духу, это, в общем-то, управление лесами и со стороны государства, и со стороны общества в том числе. Поэтому я хотел бы предоставить слово по результатам этой площадки Игорю Ружинникову. Пожалуйста, Игорь, вам слово. Вот, можно. Я его включу. Я буду очень краток. У нас три докладчика, три со-модератора. Но, несмотря на мою краткость, позвольте провести маленькую аналогию. Каждое выступление, почти каждое выступление во время работы форума начиналось словами о феноменальности, уникальности Дальневосточного округа земли, на которой мы сейчас присутствуем. Болезни бывают специфические, а бывают неспецифические. Все, кто знаком с медициной, хотя бы по медицинским сериалам, знают. Бывают специфические, бывают неспецифические. Разумеется, сегодня, обсуждая эффективность работы и тонкие моменты эффективности работы государства в лесопользовании леса, говорили как о неспецифических проблемах, так и о специфических. Так вот, специфические проблемы, разумеется, Николай Петрович, они у нас из форума в форум. Одна из самых серьезных проблем это хозяйственная деятельность лесхозов. Причем от этого, как оказалось по работе нашей площадки, зависит даже подготовка специалистов, между прочим, для лесной отрасли. Это связано. Разумеется, это статус лесничего. И таких неспецифических, обычных для всех, кто занимается лесной отрасли в России, вопросов, ну, было, наверное, может быть, половина, может быть, чуть больше половины. Есть специфические вопросы. Потому что, допустим, таможенникам, наверное, в Ижевске, вот, им, наверное, им хорошо работается, не глядя на лес ЕГАИС. У них нет такой проблемы. Потому как у них вообще проблемы другие абсолютно у государственных органов. Лес ЕГАИС существует. Таможня в Приморье. Таможня в Хабаровском крае. Прекрасно о нем знает. Она его видит. Но информационный кластер, который использует для учета контроля, проверки таможня, лес ЕГАИС там нету просто вообще. Хотя, ну, как минимум, в общем, ну, он там должен быть. Они просто, они должны о нем знать. Вот, допустим, такие проблемы. Специфическая проблема. Разумеется, все говорят о лесоустройстве. Закона о лесоустройстве нет. О лесоустройстве говорят, ну, по-другому. То есть, рано или поздно он будет, скорее рано, чем поздно. Данные по лесоустройству. То есть, никакого закона не будет, пока не будет нормальных данных по лесоустройству. Вообще, это все взаимосвязано очень. Данные, самые старые данные по лесоустройству это Сибирь и Дальний Восток. Вот с данными по лесоустройству европейской части России, в общем, примерно разобрались. Все проблемы делятся на специфические и не специфические. Вот о специфических проблемах. Вопросы решения специфических проблем. Очень важный момент, опять же, на третьем форуме, уже на третьем форуме звучит. Верните государству, это звучит лозунгом, верните государству то, что у него было. Мы больше так не хотим. Вот эти вопросы специфические, пусть на них ответят законодатели. Мои совмодераторы, депутаты государственные. Думаю, начнем сначала с Алексея Валерьяновича Канаева и закончим выступление нашей площадки выступлением Бориса Михайловича Гладкихова. Спасибо, Алексей, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Еще раз спасибо, Игорь, за подробную презентацию, что у нас было на площадке. Очень сложно говорить, тем более до этого, когда Иван Владимирович Валентик выступал, у меня создалось стойкое ощущение, что он все время на нашей площадке незримо присутствовал. Настолько пересекается то, о чем мы говорили. Собственно, проблема действительно перетекающая из встречи к встрече. И говорит это об одном, что эти проблемы необходимо решать. Ну, начну, быть может, со специфических проблем ЕГАИС. Мы посвятили достаточно большое время анализу уязвимостей, которые есть у этой системы. И это действительно очень практичный прикладной разговор, по итогам которого, я думаю, надо просто подготовить конкретные рекомендации. Что нужно изменить, как нужно изменить, чтобы обеспечить полную прозрачность этой системы, достоверность данных, исключить возможность манипуляции этих данных. Приводились конкретные примеры, конкретные возможности и конкретные лазейки уязвимости в данной системе. И действительно, есть проблема взаимодействия межведомственная с той же таможней, которая видит базу данных, но не имеет возможности, не видит доступа к внутренней аналитике. Точнее сказать, может воспользоваться этими данными, но это требует дополнительного времени. И, как правило, происходит что? Таможня дает добро, а после того, как добро дано, начинает раскручивать, откуда этот лес появился. Ведь ключевая проблема ЕГАИС, конечно же, на мой взгляд, обеспечить, ну первое, сократить возможности сбыта нелегально полученной древесины. Это ключевой инструмент ЕГАИС, а не просто гоняться за кем-то, за черными лесорубами с правоохранителями. Так мы успеха, системного успеха не добьемся. Это будет просто бить по концам, что называется, не решая проблему системы. Я, кстати, к критике подвергалась ЕГАИС на нашей площадке достаточно обоснованно и много, но, с другой стороны, я вспоминаю, как внедрялась ЕГАИС в области алкогольной продукции и какой результат мы в конечном итоге получили. И более того, с 1 июля мы переходим на поштучный учет всей алкогольной продукции в системе ЕГАИС от производителя, даже спирта, и заканчивая торговой точкой. Я думаю, что рано или поздно мы должны прийти к этой же модели и с точки зрения использования лесов, совершенствовать лес ЕГАИС в этом направлении. От производства, от делянки до переработки и конечного потребителя, конечного продукта, точнее сказать. Если это таможня, то это таможня. Вот это взаимодействие необходимо обеспечить. Повторюсь, есть конкретные рекомендации, я думаю, что мы их обобщим, просто-напросто пропишем и возьмем на вооружение. Лесовосстановление – тоже тема для разговора. Хотя, быть может, тоже мысли путаются, потому что, как Анна правильно сказала, у нас только начало рабочего дня, такая бессонная ночь для москвичей получилась, что приехала столица. Мы прошли всю цепочку, что касается управления лесов. И, конечно же, любая эффективность управления начинается с двух вопросов. Чем мы управляем, кто управляем – субъект управления и объект управления. С субъектом все понятно, это власть, это общество, а вот с субъектом, как сегодня уже говорилось, очень непонятно. 2,5% лесов – это свежие данные, относительно свежие, десятилетней давности для лесоустройства на Дальнем Востоке. Для России, кстати сказать, эта цифра не сильно выше, она колеблется в пределах 10%. У нас мы оперируем данными 30-летней давности, при том, что классика лесоустройства говорит о том, что инвентаризационные периоды должны быть не более 10 лет. Собственно, Иван Владимирович об этой теме подробно говорил, поэтому я повторяться не буду. Эту систему, конечно же, лесоустройства надо восстанавливаться. Это та основа, на базе которой можно и нужно принимать управленческие решения, как государству, как инвестору, так и обществу. Чтобы делать выводы, насколько эффективно мы нашим лесным зелёным золотом распоряжаемся. Лесовосстановление. Мы много времени потратили разговоры о том, как сделать его эффективным. Опять же, процитирую Ивана Владимировича Валентика, который на разных форумах называет цифры, что мы пришли к коэффициенту лесовосстановления единицы. Это на самом-то деле достижение, даже, по-моему, чуть больше. Но есть другая проблема – качество лесовосстановления. Эксперты говорят о том, что на сегодняшний день лишь 20% лесовосстановления осуществляется без потери качества древостоин. Возможно, мы не правы, но что-то близко к этому, потому что нет достойного, понятного, законодательно закреплённого механизма контроля за тем, как лесовосстановление осуществляется. Не на раннем этапе, а на более позднем. Нет современных подходов с точки зрения совершенства и нашего семенного фонда. Не хватает для лесопосадочного материала закрытой корневой системы. И даже при том, что, например, на Дальнем Востоке, в Хабаровске в частности, достаточно серьёзное тепличное предприятие существует, потребность в лесоматериале не закрывается полностью. Но, повторюсь, самое главное, нет заинтересованности у арендатора. На это можно повлиять с помощью разных методов и подходов. Мы знаем, что сейчас, и об этом сегодня тоже говорили, реализуется эксперимент по интенсивному лесовосстановлению, в котором участвуют крупнейшие игроки. Это, прежде всего, игроки, которые заинтересованы получать сырьё на долгосрочной основе. Понимаем, что это крупные интегрированные холдинги, как правило, целлюлозно-бумажные, целлюлозные комбинаты. Возможно, что-то появится интерес у биоэнергетики по мере её развития. Но вот мелкие игроки, они, по большому счёту, не заинтересованы в качественном лесовосстановлении. Для галочки – да, пожалуйста. Но что на выходе получается – непонятно. Кроме того, стандарты лесовосстановления, они на сегодняшний день носят федеральные. Если вот мы говорим, что учёт лесов необходимо переводить на федеральный уровень, и это правильно, и это было поддержано, то вот стандарты лесовосстановления – одни для всей страны. Но ведь, извините, у нас страна-то очень большая, климатические условия разные. То, что растёт, структура лесов, она тоже разная. И коллеги предлагают, на мой взгляд, вполне обоснованно закрепить возможность вносить региональные коррективы, то есть предоставить некий лаг, некие возможности для того, чтобы адаптировать эти требования к конкретным регионам. На мой взгляд, идея абсолютно здравая, абсолютно обоснованная. Мы говорили о лесоустройстве, о необходимости, точнее сказать, синхронизации, повторюсь, синхронизации двух наших систем, о необходимости расставить приоритеты, когда мы будем вести речь о дальнейших работах с точки зрения приоритетности, где в первую очередь нужно проводить лесоустроительные работы, плановости этих работ. Мы говорили о применении современных технологий, в том числе с применением больших баз данных и искусственного интеллекта. Такие технологии есть, такие технологии появляются. И, честно говоря, очень порадовались, что они на сегодняшний день реально внедряются. В частности, Лесинформ, Лесинформ, так, я уже запутался в названиях, вот что значит «делает бессонная ночь». Да, коллеги внедряют и показали пример. Надеюсь, что эта система, она будет доступна, она будет востребована всеми участниками рынка. Локальные проекты. Я не буду, наверное, у Бориса Михайловича отнимать хлеб моего коллеги, потому что он все-таки депутат от Дальнего Востока, от Хабаровска в частности. Я думаю, что локальную проблематику он дополнит. Спасибо. Спасибо, Алексей. Я прошу прощения. Я хотел поблагодарить Ивана Владимировича Валентика за то, что принял участие в нашем форуме. Сейчас просто мероприятие с губернатором, мы должны с ним попрощаться. Но, как я и сказал, мы сейчас обменивались, что, конечно, мы дальше продолжим, и все те пожелания, которые были, мы учтем в нашей совместной работе. Спасибо, Алексей. Спасибо большое. Дорогие друзья, уважаемые модераторы, я всем хотел сказать большое спасибо. На самом деле, одна из таких сложных проблем, с которой, как мне кажется, мы справляемся, это действительно научиться говорить правду, смотреть в глаза этой правде и находить решение. Поэтому, я думаю, сегодня у нас это получается. Я, безусловно, не безразличен к тем оценкам, которые сегодня отрасль получает. Безусловно, что-то меня задевает. Но, знаете, лучше горькая правда, чем сладкая ложь, поэтому мы должны все проанализировать. У нас есть определенные задачи. Я думаю, что в результате такого открытого диалога мы получим действительно такой полный срез всей проблематики и найдем те решения, которые позволят нам преобразить отрасль. Спасибо вам большое. Спасибо, Иван Владимирович. И тогда продолжим нашу работу. Борис Гладких, депутат Государственной Думы. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники Николай Петрович, дорогие модераторы. В первую очередь, спасибо, что нашли возможность поддержать мероприятие. У нас на территории Хабаровска на данном мероприятии присутствуют представители субъектов Дальневосточного федерального округа, наши коллеги с Якутии, Приморского края, Сахалинской области, Еврейской автономной области, Амурской области, Приморского края. Отдельная благодарность представителям научного сообщества и тем, кто причисляет себя к лесной отрасли, независимо от того, какой вклад он делает в развитие лесной отрасли. Но если говорить о итогах работы секции, хотел бы отметить следующее. Безусловно, проблемным вопросом является баланс тех отношений, точнее его отсутствие, баланс отношений именно в отрасли, когда мы не видим и не понимаем, сколько убыло, сколько прибыло именно в части сырья, в части переработанной продукции. Поэтому проблемы и на таможне мы не понимаем, хотя цепочка, казалось бы, по большинству объемов, она достаточно понятная. И этот лес, он не по воздуху перемещается, а перемещается по дорогам, перемещается водным транспортом, железнодорожным транспортом. И в этом вопросе необходимо совершенствовать систему отношений, систему регулирования через нормативно-правовые акты, федеральное законодательство. Потому что все-таки, на мой взгляд, то явное предложение, которое я сейчас озвучиваю, оно все-таки на секции было сформулировано участниками, и представителями таможенной службы, и представителями экспертного сообщества. Также хотел бы отметить вопрос, связанный с цифровой экономикой. Наверное, вот та модель, которую хотелось бы видеть в виде баланса отношений, может быть, пример не очень хороший, но он показательный. Вот сейчас в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, как раз-таки мы и предполагаем, что с 2019 года должна выстраиваться уже система, в которой мы увидим, сколько отходов на уровне субъекта генерируется в введении того или иного оператора, сколько перерабатывается, сколько уничтожается и так далее, и так далее. Вот ровно такой же подход нам необходимо применить в лесной отрасли. Тогда лишних кубов, по идее, у нас не должно быть за пределами этой территории. Если они появляются, то это спорный вопрос, и необходимо следующий вопрос урегулировать. Это изъятие в пользу государства и средств производства, и самого сырья. Кстати, эта проблема сегодня у нас не только в лесной отрасли, но и в части добычи биоресурсов, и в части добычи общедоступных полезных ископаемых. Вопрос изъятия средств производства, даже постановка на арестплощадку – это проблема, не говоря уже о том, чтобы обратить в доход государства. Вот этот вопрос тоже, на мой взгляд, на взгляд экспертов, на взгляд участников, необходимо решать. И, на мой взгляд, я его сформулировал так, как нам, какая подача была на секции, как мы участвовали в диалоге, на мой взгляд, если что, коллеги могут поправить. Также необходимо внедрять модель конкурентного уже привлечения инвесторов на территорию. Да, я понимаю обеспокоенность представителей лесной отрасли, о том, что пошлины будут увеличены, и не только до 40%, но и до 80%. Мы уже подходили к этому вопросу ранее и вынуждены были отказаться из-за того, что отрасль не готова. Мы сейчас опять подходим к этому вопросу и опять говорим, надо отказаться, потому что отрасль не готова. А когда будет готова? Сегодня доля переработанной продукции в доли экспорта ничтожно малая. Это даже не 5%. Доля лесовосстановления на территории Дальнего Востока тоже ничтожно малая. Доля освоения лесных участков тоже сегодня процент таков, что мы проигрываем другим территориям Российской Федерации. Этим надо заниматься. При этом за эти годы поставки сырья за границу наши соседи построили с десяток уже предприятий по переработке древесины и готовую продукцию за валюту отправляют, причем не к нам даже. Есть продукция, которую мы не сможем даже купить, потому что ее уже там зафрахтовали, в Японии, в Корее, в Германии. У нас есть уникальный завод на территории края, но на территории Дальнего Востока таких заводов должно быть минимум 6. Тогда будет эффект. С Ванина, например, продукция едет в Германию. И попробуйте вы купить ее здесь, эту продукцию. Вы не купите готовую продукцию с Ванинского завода. Еще раз возвращаясь к цифровой экономике, все-таки, наверное, многое нам надо осознать, что на сегодняшний день вот этот начальный этап ЕГАИС, он все-таки по большей степени генерирует информационный мусор. И непонятно, когда осуществится переход к применению, ну, модного слова сейчас, big data, да? Что мы получим-то в итоге? Мы собираем эту информацию, а дальше все-таки надо уже смотреть и вперед, в том числе тому ведомству, которое отвечает за это направление. И, конечно же, вопрос, связанный с пользованием лесных участков. Вот говоря о конкурентных условиях, необходимо, ну, в том числе и ответственно, наверное, подойти к тем предпринимателям, которые готовы работать, которые сегодня, по-честному, подходят к процессу. Они, в первую очередь, от нас ждут, что все остальные, кто эти правила уже не исполняет и не будет исполнять потом, потеряют эту возможность. Только так мы сможем добиться того эффекта, той отдачи, которую перед нами ставит, в том числе президент, связанный с прорывом, и прорыв-то он не может быть только в одной или двух отраслях. Мы сейчас обсуждаем вопрос лесной отрасли. Надо думать, какой прорыв будет в этом направлении. До 2025 года на территории Дальнего Востока необходимо сформулировать какой-то план уже в ближайшее время. И очень хорошо, что это мероприятие проходит именно в эти дни. И спасибо, Николай Петрович, что вы реализовали эту идею, что вы определили одним из местом проведения форума, это город Хабаровск, Дальний Восточный форум, потому что на уровне полномочного представителя президента тоже эта тематика обсуждается. Я думаю, что ваш комитет сможет как раз взять все существующие уже результаты и обсуждений, и какие-то предложения, и те наработки, над которыми думает правительство, потому что есть уже и протоколы с поручениями. И мы получим тот результат, который нам действительно нужен и позволит сделать прорыв. Но, безусловно, то, о чем было сказано, риски, которые есть, для предпринимательского сообщества, они есть. Наверное, нужна какая-то система поддержки от государства на первоначальных этапах, чтобы не получить нам тот отток рабочих специальностей, который действительно сегодня является дефицитным, наверное, для этого отрасли. В целом, наверное, еще есть моменты, которые стоит озвучить. Это и в части охраны лесов от пожаров, это и в части лесовосстановления, не все было сказано. Но я думаю, что сейчас время не стоит занимать на это. По большей части есть сформулированные предложения, которые мы еще дополнительно направим в адрес комитета. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Действительно, тем много. Мы видим, что, конечно, есть целый ряд направлений, которые, работа, по которым начата, но тот же самый ЕГАИС, это само решение о его формировании, о том, что он начал работать, это во многом прорыв в лесной отрасли. Но нам надо, конечно, многие вещи еще, что называется, докрутить. И, конечно, тема, которая прозвучала с таможни, она вообще дезавуирует вообще всю идею. И ЕГАИС, почему? Потому что, действительно, мы его создавали для полной открытости, чтобы, действительно, вот деляны до потребителя конечного мы могли проследить этот путь. И если этот путь заканчивается на таможне, а таможня не воспринимает эту информацию, то, наверное, это нужно как-то обсуждать и что-то менять. Следующие две площадки у нас традиционные тоже. Первое – это лесные богатства для людей. Тема, которая для Дальнего Востока и для Хабаровского края исключительно важна, это вопрос сбора дикоросов, и, прежде всего, даже не сбора и переработки, а возможности, гипотетической, к сожалению, часто возможности, это делать. Потому что пока на законодательном уровне, к сожалению, многое еще нам предстоит сделать в этой области. И я хотел бы предоставить слово первому заместителю, председателю Законодательной думы Хабаровского края, моему сомодератору Юрию Федоровичу, пожалуйста, Юрий Федорович Матвеев. Какие результаты получились у площадки, и что мы должны по пунктам учесть в нашей работе законодательной? Уважаемый Николай Петрович, уважаемые участники лесного форума. Ну, я хотел бы все же те пожелания, которые прозвучали от участников нашей площадки, передать всему форуму, организаторам. Люди благодарили и говорили, передайте самые горячие слова организаторам этого форума, благодарите за то, что наконец-то состоялся тот разговор откровенный, который нужно было провести еще немного раньше. Ну, на нашем форуме действительно, вернее, площадке действительно обсуждалась очень важная проблема, лесные богатства для людей. Это о многом говорит, кстати. Дальний Восток, это 6,5 миллионов квадратных километров, это одна треть всей России, а наш Хабаровский край, вот если говорить, это почти 800 тысяч квадратных километров. Это около 80 миллионов гектаров земли. На этой земле почти на 20 миллионов гектаров произрастают вот эти самые дары природы для людей. И говоря об этом, надо сказать, я просто приведу одну цифру для начала. Вот в середине 80-х годов только три территории. Приморский край, Хабаровский край и Сахалинская область производили, собирали, перерабатывали до 9 тысяч тонн дикоросов, включая сок, включая ягоды, грибы, орехи. После 2000 года, где-то на пятый год, сегодня еще хуже, мы с дикоросами собираем, перерабатываем в 10 раз меньше, ну где-то чуть больше тысяч, ничего не изменилось. Леса остались, площади остались, люди остались. Изменилась правовая база. Сегодня универсальный подход к правовой базе, он заключается в следующем. Дикоросы могут собирать физические лица для собственных нужд, ну и частично баночками надо обочине дороги продавать. То, что излишки. И могут организованно промышленным сбором заниматься организации на основании аренды лесных участков. Вот здесь наступает вот самый главный момент. Природа, она мудрая, ее не обойти. И вот дикоросы, ягоды, грибы и прочее, они произрастают сезонно и циклично. Вот если мы говорим о сельскохозяйственной угодье, пахотной земли, мы говорим, все, воборот, обязательно земля не должна истощаться. Он, правда, не всегда соблюдается, но все равно об этом идет разговор. А вот природа, она безжалостно говорит, вот сегодня в этот сезон на этой земле родится урожай, а потом два года отдыхает эта земля, и ничего не родится. А в аренду взял человек, а там ничего нет. А на сотки не соберешь бруснику, не соберешь клюкву, не заберешь жимолость, не соберешь голубицу. Надо брать большие гектары, а это огромные затраты. Уходить от этого. Вот мы пытались уходить от этого в 2015 году, в начале года. Мы, вот Краевая Дума наша, вместе с депутатами Государственной Думы разработали законопроект. Внесли его, получился номер, его обсудили на площадке, парламентской площадке в Думе. Была создана рабочая группа, обсуждала этот законопроект, эксперты работали. Вроде бы, вот Иван Владимирович ушел, они тоже принимали самое активное участие, Рослесхоз. Вроде бы все созрело для того, чтобы наконец-то принять и запустить тот системный, что ли, подход к сбору дикоросов. Но вот 22 мая, значит, Государственной Думе этот законопроект был окончательно отклонен. И сегодня шел разговор на площадке нашей. А когда мы, наконец, получим тот подход, который бы позволил, ну то есть и поправки законопроекта, позволил бы активизировать, хотя бы поднять до того уровня, что было, а я думаю, что сегодня можно и больше это все, значит, увеличивать. Сбор дикоросов для людей, для нашего внутреннего рынка. И я не боюсь сказать, что наши дикорастущие пищевые, значит, продукты пользуются огромным спросом за рубежом на экспорт. Ну, вот я уже приводил пример. Взять наш папоротник. Мы его собирали только в Хабаровском крае до 2000 тонн. Не просто потому, что вот он, значит, нечего есть, а просто он пользовался огромным спросом. А вот на Западе, кого не спросишь, вы папоротник пробовали? Нет, никто его не знает, откровенно говоря. Но он, все дальневосточники-то его знают. Он по вкусовым качествам исключительно востребован. Он действительно востребован. Так вот, о дикоросах наших можно говорить очень долго. Ну, возьмем осень, когда заходишь на урожайные сопки, где олеет брусника, ну, просто все сопки покрыты. Но это все уходит под снег. Это же ничего не собирается. Человек там скорбом приходит, два ведра набрал и уходит. И все, ему больше не надо для своих собственных нужд. А это все то богатство, которое и стоит миллиарды рублей, не боюсь этого слова назвать. Потому что на этой территории, а вообще у нас в России, значит, биологические запасы дикоросов, они оцениваются в миллионы тонн. Это не просто, значит, какие-то слова. И вот, чтобы вот эту систему наладить, надо, конечно, запускать поправки в законопроект. Но стоит вопрос, под кого должен работать тот закон, который должен появиться? Под какие структуры? Конечно, под организованные структуры. У нас с вами за это время, за последние особенно 10 лет, очень здорово поднялся малый и средний бизнес. Кооперация сельскохозяйственная поднялась. Начинает, ну, правда, очень медленно поднимать голову потребительская кооперация. Вот под эти структуры, этот новый законопроект в плане поправок Лесному кодексу, и он и должен сегодня родиться. Это вот этот первый вопрос, который очень предметно и очень, так сказать, заинтересованно обсуждался на нашей рабочей площадке. Пришли к выводу, что желательно бы, чтобы при Государственной Думе была организована межведомственная комиссия. Которая бы жестко взяла в руки этот вопрос, наработала законопроект, он бы обсудился на федеральных округах. И в этом году, не боюсь этого слова сказать, этот законопроект мог обкататься и выйти на предмет принятия. Это реальная, значит, основа. Еще раз хочу сказать, этот вопрос поднимается постоянно, не просто периодически, а постоянно обостренно уже на протяжении последних 10 лет. Потому что все территории хотят, чтобы эта работа была оживлена, и она того и стоит. Ну, у нас сегодня, вот, допустим, в Хабаровском крае, в сельской местности живет 250, около 250 тысяч населения. Многие поселения, где в свое время были, леспромхозы, дерево переработка, леспромхозы ушли сегодня, технологии поменялись. Значит, все это дело, значит, от деревень отошло, люди остались без загрузки. Это прямая работа людей. Хочу сказать, сезонность, она здесь не помеха. У нас следующий вопрос, который стоит, это заготовка дров, заготовка древесины под строительство. Вот вторым вопросом, который у нас особенно в остроте тоже поднимался, это дальневосточный гектар. Дальневосточный гектар у нас сегодня набирает силу. Здесь кто бы как ни относился к этому гектару, но он востребован. Люди берут его. Сегодня, если кто желает, может проехать и посмотреть. Началось освоение гектара. Каждый осваивает по-своему. Но сегодня действительно в остроте встал вопрос. Ну, помните, наверное, после военные годы, 50-е годы, когда индивидуальное деревянное строительство имело большой размах. Вот с дальневосточным гектаром сегодня индивидуальное деревянное строительство тоже начинает набирать силу. Люди придут, заявят свои 150 кубов на строительство жилых домов на вот этих гектарах. А их не одна тысяча. У нас только в крае около 9 тысяч уже зарегистрированных, значит, этих дальневосточных гектарах. А по всему Дальневостоку еще больше. К этому тоже надо нам готовиться, потому что дальневосточный гектар, он действительно сегодня все востребование, востребование и все более и более осваивается. Следующий вопрос, который, ну, никак нельзя было его в остроте не воспринять, это пчеловоды. Эта отрасль, она была тоже в свое время очень обширная, очень значимая. И предмет производства, это мед, он был глубоко востребован. Сегодня пчеловоды это индивидуалы. Люди, которые приспосабливают свои пасеки там, где они облюбовали, договорились, значит, кочевые пасеки, ну, меньше, конечно, стационарных пасек. И вот пчеловоды сегодня тоже хотят объединиться, чтобы решить свои проблемы. А какие у них проблемы? Ну, вот Анна Шафран уже говорила, что на их площадке встал вопрос. Липа. Почему липа? А вот дальневосточная пахучая липа, именно пахучая, она вот приемлема только на нашей дальневосточной земле. Приморский край, Хабаровский край и немножко Амурская область. Мед липовый, он производится только здесь. Спрос на него огромный. Его с удовольствием забирают повсюду. И сегодня встал конфликт интересов. Липа действительно востребована, как лесопромышленная, значит, база. И липа востребована пчеловодами. Люди и там, и там приходят куда? Там, где доступнее, там, где транспортная схема. И пасечники приезжают, и лесозаготовители приезжают. Они примерно в одни и те же места. Так вот, разрулить эту проблему действительно надо только с учетом того, где должны заниматься, значит, пчеловоды, и где можно производить, значит, заготовки этой древесины. Полностью исключить липу, допустим, ну, вот мне приходилось бывать, значит, в детских домах, приходилось, значит, в домах-интернатах, инвалидов. Вот поделки из липа, они просто завораживают. Липа – дерево, которое поддается хорошо обработке, резьбе, и люди с удовольствием занимаются этой работой. Я не говорю, что только для этого липа нужна. Ее с удовольствием забирает Китай, перерабатывает и пошел дальше туда, значит, в Японию, в Корею, в Индонезию, и уехала. Это наша липа из кругляка, значит, уже в те переработанные изделия. Поэтому здесь надо очень четко посмотреть, а где, кто и почему. Если мы липу продаем в кругляке за рубеж, неправильно, абсолютно неправильно. Потому что из нее делают и с добавленной стоимостью продают в несколько раз дороже уже изделия. Поэтому пчеловоды у нас поставили очень, как говорится, вопрос ребром. Приморцы и хабаровчане 10 июня провели здесь, у нас на Хабаровской земле, свое собрание на предмет создания единой дальневосточной ассоциации, которая бы решала вопросы. Вот о чем я говорю, о вырубках. Главный вопрос все же о экспорте меда. Сегодня единоличники никогда не пробьются на рынок экспорта. Да и даже база. Вот что такое реализация меда через торговую сеть? Надо иметь сертификацию, надо иметь, значит, мандат качества. А у нас только вот сегодня в Хабаровском крае первая лаборатория, которую купили мы, краевой министерство сельского хозяйства, начинает обживаться. Для этого, значит, вопросы качества, они в таком плане масштабно, мы не осуществлялись. А без этого какая реализация может быть? То есть вопросы из вот такого единичного характера в более направленное промышленное производство, они сегодня встали и в этой отрасли. Ну и вопрос, который никак не обойти, это вопрос заготовки дров и вот о чем я говорил, древесины для строительства. Вот первый вопрос, вернее, первая часть, как всегда, решается очень хорошо, а вторая часть, она вообще-то выпадает при решении вопроса. Заготовка дров. Ну, в селах живут много людей, да и некоторые, значит, вокруг города уже тоже дровами пользуются. Вопрос выделения, значит, разрешений на заготовку дров решается сегодня в лесхозах элементарно. Мы уже добились, что лесхозники едут сами в поселение и оформляют эти документы. Получив за 3 рубля куб документ, заплатив за 15 кубов, ну, у нас в большей части 15 кубов, там около 50 рублей человек становится хозяином вот этой, значит, бумаги. А куда ему дальше идти? Деревня стареет, деляны, которые выделены за 50-60 километров, и вот с этой бумагой он не знает, куда идти. Дальше пути нету. В свое время когда-то и лесхозы занимались заготовкой дров, и лесозаготовители занимались заготовкой дров. Сегодня лесозаготовители свои, значит, танкомеры и все прочее не очень-то стараются, значит, вывозить из лесов, их просто там оставляют. А эту систему тоже надо налаживать. Тоже надо налаживать. Кто должен заниматься этой централизацией? Скажут, конечно, на местах есть, значит, районы, есть администрации, этой работой должны заниматься. Но я думаю, что это вопрос комплексный, потому что сегодня лесникам, вот нисколько не обижая наших, значит, руководителей лесных хозяйств, просто вопрос, он так действительно стоит. Когда разыгрываются деляны для, значит, лесозаготовок, они выбирают и оттесняют, значит, вот туда, куда должны прийти, на заготовку дров. И это все уходит, уходит и уходит, значит, все дальше и дальше и дальше. А деревни-то они остаются, им все равно надо топиться, не все переходят, значит, на уголь, не все переходят на газ, потому что газ еще надо тянуть, надо строить и все остальное. Люди идут на дрова. Ну вот эти вот все предложения, они там сформулированы, да, у вас, чтобы передать, и, соответственно, уже мы дальше рассматривали. Мы, я не хотел раскрывать, чтобы, так сказать, мы сейчас прорабатываем с некоторыми лесхозами в зимний период, когда снег накрыл, в лесах меньше ухода, меньше пожара, не существует пожара, все, чтобы люди тоже были заняты и заготовкой вот этой занимались. Некоторые соглашаются этим всем. То есть есть подходы, но полномочий у них этих нет. Поэтому вот это вот все надо как-то сочетать. Ну и вопрос, вообще-то, я вот когда у нас на площадке выступил, значит, руководитель Санкт-Петербургской торговой биржи, с удовольствием восприяли это дело, потому что твердо сказал, что на этой площадке биржи можно заниматься и экспортной реализацией вот этой продукции дикоросов, в том числе и меда. Ну это первый, как говорится, хороший вот такой вот посыл. Дай Бог, чтобы это все было. Дело в том, что экспортом у нас вот дикоросов и особенно меда, ну никто не занимается, откровенно, а в одиночку просто не пробиться. Это точно. Спасибо большое. Спасибо, Евгений Федорович, действительно много тем. И, наверное, вот это направление, оно одно из самых таких, ну пока еще сырых, что называется, с точки зрения законодательства. И нам, конечно, очень много предстоит делать. Еще одна площадка, которая неизменно тоже вызывает именно площадки Государственной Думы, и в Совете Федерации много дискуссий. Это дискуссия, это охота и охотничья инфраструктура. Коллеги, кто? Гия, да, вам слово, пожалуйста. Гия Саралидзе. Приветствую еще раз. Вот так вот пока до охоты дойдет, уже все устали и все уходят. Ну ладно. На следующий раз начнем, наоборот, с охоты. Ну вот, хотелось бы, хотелось бы. Сегодня мы рассматривали очень много вопросов. Вообще, надо сказать, что этап Хабаровский в смысле нашей тематики оказался таким рубежным. Вот я на всех трех этапах был. И сегодня действительно очень много таких вопросов рассматривались. Они просто объединили все то, что мы обсуждали. Совершенно очевидно, что главные вопросы, которые волнуют людей в этой области, они лежат в совершенствовании законодательства. Это главные вопросы, которые волнуют, о которых мы говорим из форума в форум. И сегодня не стало исключением. В том числе, на самом деле, вопросы законодательства, знаете, такого глобального масштаба, что ли. Сегодня очень правильные, на мой взгляд, слова были произнесены. И я сам об этом думал. Но вот сегодня они были сформулированы. О том, что была такая мысль высказана о том, что вообще нужно определить цель, которой идет отрасль. А для этого необходимо признать, что это отрасль. Необходимо признать, что это возможная точка роста, что это важная отрасль, не только материальная, но и, не устаю об этом говорить, и культурно-духовная. На самом деле, потому что охота – это наша культура, это наша история. Как историк могу об этом сказать. Здесь действительно есть такое немножко остаточное, что ли, отношение к охоте. Ее, как я вижу, сейчас не воспринимают серьезно как возможность и экономическую, и в том числе как ее такую направленность, в том числе и воспитательной функции. Потому что здесь можно очень долго говорить и вспоминать, как я это делал на других форумах, и литература, где охота была, великая классическая литература русская, где охота играла немаловажную роль. Но позволю себе сказать, что вообще в том, что сейчас происходит с охотой, и вот такое к ней отношение, все-таки здесь есть, не скажу, что главная вина, но все-таки вина и самой отрасли. Для того, чтобы тебя серьезно воспринимали отрасль, ты должен консолидироваться и сам себя поставить как отрасль, и как важная отрасль. Все-таки здесь, мне кажется, недоработка, наверное, и в том числе и наша, как средства массовой информации, но все-таки это надо делать совместно, и мне кажется, что это очень важная вещь. Вообще, я вот, да, сразу скажу, что я сконцентрируюсь сейчас на каких-то вещах, которые я как журналист могу сказать, а уже о деталях каких-то важных. Мой самодератор, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Альбертович Леведев он расскажет более профессионально, чем я. Так вот, мне кажется, что это одна из самых важных, и об этом я не устаю говорить, это отношение к охоте, причем вот в разных ее ипостасях. Конечно, важные очень вопросы, которые тоже из форума форума мы обсуждаем, это вообще неопределенность различных там нормативов, они там связаны и с государственными инспекторами, там и оружие, и форма, и какая-то юридическая защита, безопасность обеспечения, вообще отношение к этим людям, которые этим занимаются, кадровая проблема. Сегодня поднималось, я не только на этом форуме, но и в Хантамансийске, мы об этом очень много говорили, это проблема, связанная с правами коренных малочисленных народов, их прав, и здесь очень много вопросов, и я так понимаю, что так как это мы обсуждали уже на двух форумах-то точно, очень подробно, что здесь есть проблемы, есть проблемы определения того, как, какие квоты эти должны быть, должно ли это входить там, в те квоты, которые выделяются, но вообще это очень тонкий вопрос, он очень тонкий, очень болезненный и политический, потому что вот ровно после того, как мы в Хантамансийске об этом говорили, я обратил внимание, просто в информационном поле всегда появляются эти вещи, и на площадке ООН, значит, обсуждалась инициатива одного из регионов, он тут рядом находится, как раз по, ну так, там сказали об ущемлении прав, на самом деле там, понятно, была попытка все-таки это урегулировать все, но воспринимается это однозначно, там вообще указали на то, что вот эта вот инициатива, с которой вышел регион, он нарушает сразу несколько пунктов декларации ООН по правам коренных народов, в общем, в итоге политическая ситуация, которая сейчас существует, прямо скажем, ну не совсем правильно все это слушать, хотя понятно, что это внутреннее дело России, и мы должны здесь решить, как и что нам делать, но не учитывать этот фактор, мне кажется, все-таки невозможно. Мы говорили о том, что надо тоже и концентрироваться на местных каких-то проблемах, которые имеют специфику, такую региональную, мероприятие по сохранению численности Амурского тигра, безусловно, имеет такую региональную окраску, говорили мы сегодня о том, что численность Амурского тигра это кормовая база, кормовая база это кабаны там, а кабаны это дуб, а их вырубают, понимаете, и все это взаимосвязано. Вообще о негативном влиянии рубки очень много говорили, и говорили эмоционально, надо сказать, и очень убедительно, понимая, что я не могу здесь третейским судьем точно быть, но как-то меня убедили в том, что надо бы дуб оставить в покое. Про Дальневосточный гектар мы говорили, оказывается и это, я спрашивал еще до начала форума о том, что как-то связано, можно ли как-то Дальневосточный гектар к проблемам создания каких-то охотугодий, может быть, но мне объяснили, что гектара это слишком мало, но все равно есть связь, потому что там должны быть какие-то ограничения, разведения на Дальневосточном гектаре. Еще одна очень, мне кажется, последняя будет, потом я передам слово самодератору, очень важная вещь. Оказывается, как мне сегодня, как я узнал сегодня в ходе нашего заседания, что нет четкого определения охоты промысловой и любительской. Вообще это интересная вещь, потому что я понял, что вот за эти три заседания форума, три этапа, я все время как-то путался, где промысловики и где любители. Мне кажется, действительно это правда, их надо разделить. Иначе мы очень часто начинаем говорить о разных вещах. Здесь мы четко должны определяться, здесь бизнес, здесь промысел. Я понимаю, что и любительская охота может быть бизнесом и должна быть бизнесом, но все-таки разные задачи, разные подходы. Где-то они, безусловно, смыкаются, но где-то есть и разница. Это, мне кажется, очень важно. Я на этом завершаю. Понимаю, что все устали уже. Предоставляю слово Владимиру Альбертовичу. Большое спасибо организаторам и Хабаровску. Действительно, я мечтал побывать здесь, увидел все, что хотел. И надо сказать, что даже то, что я увидел, превзошли все мои смелые ожидания. У вас замечательная земля, замечательные люди. Спасибо большое. Спасибо большое. Уважаемый Николай Петрович, уважаемые коллеги, я тоже, поскольку должен озвучить то, что звучало у нас на наших круглых столах, где очень четко все время говорит о том, что, скорее всего, охот пользователей и люди, которые представляют отрасль, они сами виноваты в том положении. Частично это абсолютная правда, потому что даже любители рыболовы, они, когда была такая большая опасность, они объединились и многие вещи отстояли. Да причем отстояли так, что до сих пор законы любительского рыболовства принять не могут. Но объединились быстро и это оказалось такой мощной силой, что просто тормознули федеральное законодательство лет на пять, по-моему. Ну, четыре года точно стоит, никуда не двигается. Вот. Но я просто хочу сказать не своими словами то, что прозвучало из зала. И это такая озабоченность и боль о том, что все-таки, ну, кроме охот пользователей и отраслевиков, все-таки у государства должно быть, если оно понимает, что в этой отрасли кроется огромный потенциал развития, и оно абсолютно попадает в выполнение всех указов и последних, поскольку потенциал там зашит очень огромный, поскольку охота является потребителем огромного количества товаров. Просто если вдуматься, это специализированная обувь, специализированная одежда, это орудия, это патроны, это оружие, это средства навигации, это все, что связано с собаками, это моторы, лодки, спецтехника, и когда начинаешь что-то обеспечивать, ты понимаешь, какое количество здесь крутится. Если развивать эту потребительскую сеть, вдумайтесь о том, что там в развитых странах, к примеру, доля любительской охоты рыболовства занимает от полутора до четырех процентов ВВП, если этим нормально заниматься. А у нас последние действия властей исполнительных, перед которыми лежит задача выполнения принятой самим же правительства стратегии, это слияние департамента. Теперь отрасль охотничья, которую мы должны о себе заявить, теперь на федеральном уровне не имеет своего собственного департамента. Правда, прозвучала тоже такая реплика из зала, она такая злая, но она симптоматичная. Они сказали, ну, вы понимаете, у нынешнего министра, у него же не было там отрасли в своем субъекте, поэтому он по своему субъекту меряет всю страну. Она злая, она неправильная, но она симптоматичная. Ведь сила власти в ее преемственности. Если мы будем все время так шарахаться каждый раз, то мы просто загубим то красивое и великое, что называется русской охотой. Поэтому все-таки я думаю, что и участники форума здесь сказали о том, что все-таки надо исполнительной власти к этой теме как-то отнестись по-особому. И мы понимаем, что раньше был департамент 37 человек, сейчас там будут в объединенном департаменте два отдела, в лучшем случае там 12-14 человек. наверное, надежда только на нашу рабочую группу, что наверное мы потянем все законодательство, но с нормативкой все равно мы работать не можем, к сожалению. Поэтому здесь нужно что-то такое о чем-то думать. Ну и далее прозвучали темы тоже очень важные, поскольку уже можно отметить, что лесники здесь намного впереди и у них уже на выходе нормативы финансирования приняли совершенно закон, который сказал, что лесная отрасль должна финансироваться по нормативам затрат, по видам работ, и если будет выполняться этот закон федеральный, а мы будем требовать, чтобы он исполнялся, то лесная отрасль получит от 12 до 14 миллиардов дополнительно. Охотничное сообщество тоже про эту тему говорит о том, что коллеги, пора бы задуматься о том, что нас тоже нужно финансировать по нормативам, потому что есть субъект Липецкая область и Хабаровский край, если даже по выполнению поручения президента там три охоты инспектора на муниципальный район, это сравнивать абсолютно просто даже невозможно. Своя специфика проявилась, обсуждая здесь, конечно, по Дальнему Востоку, когда мы начали говорить, в том числе и по финансированию, о том, что субвенции должны все-таки рассчитываться по нормативам, Дальний Восток это все-таки ареал обитания редких животных, причем которые имеют абсолютно такое международное значение, это тигр и леопард. Поэтому должны быть все-таки особые субвенции и реабилитационные центры, поскольку на сегодняшний день не решена проблема в конфликтных ситуациях, что делать с этими животными, куда их дальше размещать, и чтобы это было все совершено на законных основаниях. Потому что все, что происходит сегодня, это какие-то общественные организации, которые их принимают либо там в зоопарке, либо цирке. Механизма возврата их назад в дикую природу на сегодняшний день он не проработан. Ну и совсем не смешная на самом деле тема, хотя она вызывает такой смех и говорят, что это происки западных организаций, но вы знаете, эта тема совершенно не звучала в европейской части. Почему? Потому что в европейской части мы считаем, что там перестойный лес и все это такое это тема, которая ведет деградация животного мира. Весь животный мир обладает в молодняках, это все, что касается и копытных, которые обитают в европейской части и все, что в принципе чем лес там больше растет, он становится пустее, пустее и пустее по большому счету. Здесь на Дальнем Востоке иная специфика, потому что там зверь пользуется дарами сельского хозяйства очень развитого. А здесь у копытных животных, которые являются объектами охоты и основным видом питания про тех животных, о которых мы говорим, они питаются лесом. И вопрос по дубу, ясеню и ореху, он вообще не праздный. Это реальная опасность. И мы говорим о том, что если эта тема рассчитывается, при которой мы можем сказать, что мы хотим с хищниками, которые стоят наверху пирамиды, дальше рассчитать, какое количество необходимо им зверя для того, чтобы они нормально жили, мы могли выполнить свои обязательства, но с учетом еще и сколько будут изымать охотники, и дальше посчитать, охватит ли той базы питательной, на которой вот эта пирамида могла устойчиво существовать. И мы можем получить лет так через 15-20 очень плохую картинку. Просто надо этой темой озаботиться, и надо к ней отнестись на самом деле серьезно. Близко всему звучали еще вопросы, которые звучали на других площадках по необходимости внесения и в уголовный кодекс, и в административный кодекс, и в земельный кодекс. Раскопали несколько проблем по тем законам, которые вступили в силу. Это аренда лесных участков, потому что выяснилось о том, что все-таки люди считают ряд документов избыточным по процедуре оформления этих земельных участков, лесных, я имею в виду участков, связанных в первую очередь с проектами освоения лесов, говорят, что эту процедуру надо еще посмотреть и возможно ее упростить. Она все-таки немножко тяжеловата. Прозвучала тема «Право на охоту», это тоже известная такая тема, она глобальная, но она продвинет очень много вопросов и облегчит различные процедуры. Я, наверное, буду заканчивать, поскольку все остальные вопросы, они перекликаются с другими форумами, и я думаю, в окончательной теме они выльются такие в программные документы, куда нам дальше двигаться. Если я их не озвучил, это не значит, что мы их не принимаем к действию. И хочу сказать, что на самом деле поддержу ГИИ, что выступления и предложения были абсолютно содержательные, толковые и объемные, и профессиональные. Спасибо большое. Спасибо. Но видите, одна, во всяком случае, очень конфликтная тема, которая прозвучала, так сказать, пронеслась красной нитью, это дуб. Вот я понимаю, что разные как раз точки зрения, мне кажется, что очень важно, что вот именно на одной площадке мы слышим мнение разных отраслей, даже по такому узкой тематике, сколько дубов надо на одного тигра в результате. Я не совсем, честно говоря, Владимир Владимирович, соглашусь с точки зрения департамента. Почему? Здесь нам нужно оценивать по результатам. Потому что даже при наличии департамента за последние несколько лет у нас было всего две законодательные инициативы, связанные с охотничьим законодательством, и то они были депутатские. И при этом, когда мы сейчас встречаемся с новым руководством министерства, мы четко уже обозначаем как один из приоритетов это в том числе долгожданное изменение охотничьего законодательства. Поэтому я думаю, что здесь мы как представители власти, вне зависимости от того, это исполнительная и законодательная власть, мы должны содействовать вместе тому, мы друг без друга не обойдемся, чтобы в конце концов все вот эти моменты, которые может быть ждут своего решения, на протяжении многих лет, они в конце концов при наших полномочиях, в наших силах были изменены и реализованы. Да, 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 нет, это важно, но мне кажется, здесь очень важно сказать о том, что это наша с вами прежде всего ответственность, и именно поэтому мы форум этот проводим, и действительно уже не просто разговариваем, но мы с вами пишем тексты и их обсуждаем. Коллеги, я хотел поблагодарить всех вас за то, что вы приняли участие в этом форуме. Хотел поблагодарить модераторов, потому что на самом деле это достаточно такая, это сложная роль модерировать и суммировать главное все основные вопросы, которые звучали, и особенно важно то, я считаю, что, вот вы даже уже услышали, что мы уже начинаем подводить итоги предыдущих, да, уже какие-то вещи, которые звучали на предыдущих этапах, они сейчас звучат именно как такие выпиющие, требующие своего самого быстрого разрешения. Я хотел бы еще раз поблагодарить всех вас и Хабаровский край за такой радушный прием, и, конечно же, я всем желаю сегодня хорошего, удачного, красивого и победного футбола. Спасибо. Хабаровский край, центр Дальнего Востока России. Разтянувшись почти на 2000 километров, край обладает различными климатическими условиями. От теплой и дождливой погоды на юге до суровой и экстремальной в районе Крайнего Севера. Уникальная местность региона обусловлена местонахождением в одной экосистеме и морей, и рек, и гор, и дай.